Да! Приветствую, добрый день! Наша встреча была в ноябре. Вот расскажи вообще новости за вот этот вот, ну, почти полгода у нас прошло. Что у вас произошло? У нас произошло очень-очень много всего. Во-первых, мы реализовали грант президентского фонда культурных инициатив. Это проект, направленный на укрепление семейных ценностей и традиций. Семьи рассказывали о том, как у них, что заведено в семьях. Это получилось очень-очень интересно. Эксперты выступали, были лекции для родителей. И финал – это наша выставка, которая сейчас во многих учреждениях культуры представлена. А еще мы выпустили наши замечательные сундучки. Сундучки семейных ценностей и традиций. Это сундучок кукольной истории, мой любимый, и сундучок лесные сказки. Вот как раз сундучки, они идут по возрастным ограничениям 3+. И книги, о которых мы сегодня будем говорить, тоже возрастное ограничение 3+. Это новые книги, это кукольные истории и лесные сказки. Лесные сказки, знаю, что в соавторстве у вас написаны. Да, книжка у нас написана в соавторстве, Сосиной Шуклиной. Это замечательная девушка, тоже мама сына, у нее чудесный малыш. И она не только сказки пишет, но она еще и известная поэтесса. Ее стихи многие знают не только в Кирове, но и в России. Так, хорошо. Вот я насчитала уже две новости. Первое – это вы реализовали масштабный проект, выпустили книги. Получается, что еще вы представили на Красной площади. У вас было представление. Да, это, наверное, для меня лично и для нашей команды важное событие, когда мы представляли наши кукольные истории, наш сундучок на Красной площади. И вообще там в минуте от курантов, рядышком. И я шла когда на выступление, и я думаю, сколько же времени, сколько осталось до начала. И такая, думаю, надо посмотреть. И смотрю на курантах время. Это тоже такие яркие впечатления, когда ты используешь эти часы для того, чтобы посмотреть просто время. Давай вернемся к книге, которая называется «Лесные сказки». Как этот творческий тандем у вас возник? И, может быть, что-то еще интересное ты добавишь? Я написала методику, как играть. То есть мы книжки как читаем, как разговариваем о книжке, какие вопросы задавать, как это все организовать с ребенком. Причем те, кто уже купили эти сундучки, они говорят, что классно, мы отыграли, это очень здорово, и все ждут онлайн-курс. Онлайн-курс, чтобы я еще больше рассказала о том, как можно с детьми проводить интересное использование время. А Айсина – это девушка, которая у нас работала в Центре познания. И сейчас у нее, вот я говорила, что у самой растет сынишка. Она пишет чудесные стихи. И я ей написала, Айсина, а давай вместе, давай вот твои сказки будут в нашей книжке. Она говорит, давайте, давайте попробуем. И буквально в скорости она мне выдала эти сказки. Сказки вообще мне очень-очень понравились, потому что они добрые, с хорошим смыслом. И можно проиграть чувства и эмоции, которые ребенок испытывает. И очень-очень здорово, мне кажется, получилось. Ну, спасибо прямо Айсине. Про кукольные истории. Тут у тебя получилось, что ты без авторства. Полностью и методология, и такая история игр. Как вот все-таки пришла эта идея? И, может быть, твои рекомендации по чтению данной книги? Вообще у каждой девочки в детстве есть куколка. Вот у каждой. Большая, маленькая, пупсик, может быть, какая-то красавица-принцесса, самая разная куколка. И когда мы создавали эту книжку, я подумала, а что же дает вообще игра в куклы ребенку? И можно говорить, что это память, воображение, фантазия. Но самое главное – это социальное развитие девочки. Сначала ребенок узнает о том, приобретает заботливые навыки побаюкать куколку, качать ее, покормить, покупать. То есть все игры, которые в дочке матери мы все играли и знаем. Потом идет социальное развитие ребенка в таком вот не в ближнем кругу, а чуть подальше. Вы как психолог это знаете, да? Это подруги, это путешествия, например, сказочные, кукольные. Это знакомство с новой куклой, которая очень, ну такой вот психологически важный момент. Некоторые девочки переживают, что куколка пришла новая, и если они снова играют, то старая обидится. Ну ведь приходит там в коллектив новый ребенок, или они знакомятся с кем-то. И как выйти в новую ситуацию? Об этом тоже в книжке говорится. И еще предпрофессиональные навыки, учительницу мы все играли в школу, в куколки. Затем в больницу, там Ася заболела у нас, в продавцы, в магазины. Кстати, девочки современные играют по-другому в магазин. Вот казалось бы, да, обычная игра, но она трансформировалась. Если раньше у нас был прилавок, товар, мы взвешивали что-то, отбивали, то сейчас нет, сейчас супермаркет, и сейчас менчендайзеры раскладывают все на полочке, затем уже на кассовой зоне отбивается товар. То есть игра немножко трансформировалась. Ну, салон красоты, раньше мы играли в парикмахерскую, сейчас у нас уже салон красоты. То есть игра трансформируется, об этом в книжке тоже написано. Вот. И еще там есть разные атрибуты для игры в куклы. Мы тоже описали посудку, какую лучше взять, или самую смастерить, или купить, какая нужна. Какие игрушечки бывают. Вот. Ну, то есть много-много всего интересного. А вообще сама идея этой книжки, она, наверное, из детства. Вот из детства мне хотелось, наверное, став взрослым человеком, описать свои детские воспоминания, дополнить их играми, которые сейчас играют с девочками. При написании книжки у меня была такая фокус-группа. Девчонки, да, дошкольницы, начальная класса, их мамы. Мы обсуждали, как они играют. Я им какие-то свои идеи предлагала. Они мне свои дополняли. Мамы рассказывали из своего детства и игры, и из детства своих девчоночек. И получилось тоже вот там прямо добавочки такие, из этой фокус-группы. То есть очень интересно. То есть такой прям большой труд. Инна, у нас в программе есть по завершению традиция, о которой ты знаешь. Вопрос следующему гостю задает тот, кто был в прошлый раз. Вопрос от Ксении Клепча звучал так. Почему черный цвет считается лидерским? Черный цвет? Вообще к черному цвету, мне кажется, относятся люди по-разному. Но черный цвет, он строгий. Цвет, который вбирает в себя разные цвета. То есть если мы возьмем краски, смешаем, то разное черное получится. И кажется черной, на самом деле там внутри-то много всего. Этот цвет, который поглощает, да, в себя не отражает. Ну вот я бы, наверное, мне кажется, что лидерский, он яркий цвет. Все-таки лидер он зажигает. Я бы, не знаю, я бы не сказала, что он лидерский. Я бы сказала, что он деловой, строгий, да. А теперь твой вопрос следующему гостю. Мне бы, наверное, хотелось спросить у следующего гостя. Какое самое яркое впечатление из детства его вдохновляет на протяжении его жизни. Ну это же активные люди, да. И все мы родом из детства. Ну наверняка есть что-то такое интересное в детстве, что сейчас аукается, ну в хорошем смысле слова. Сегодня мы познакомились с Инной Валикжаниной, автором книги «Кукольные истории» и «Лесные сказки». Ба, это по любви. С вами были Ксения Шамова и Инна Валикжанина в программе «Да». Да.